Друзья, всем привет! Мы с вами в Дарвиновском музее. Меня зовут Наталья Носова. Я отвечаю на ваши вопросы, а также рассказываю о необычных животных. Итак, сегодня я выполняю просьбу одного из наших подписчиков рассказать о жуках-бомбардирах. Ну и сразу предвкушаю, что к этому видео опять будет поток огромный комментариев. Вы назвали жука животным. Это не животное, это насекомое. Друзья мои, как бы вы этого не хотели, все жуки, а также комары, стрекозы и муравьи, все они животные. На самом деле, не такое большое количество царств живого на нашей земле выделено, и вариантов-то не так уж и много. Если мы предположим, что насекомые не относятся к животным, то куда же мы, в какое царствие их отнесем? Может быть, это грибы? Или может быть, это растения? Или бактерии? Конечно, нет. Друзья мои, очень печально, что возникают такие вопросы, но надеюсь, что вы будете смотреть наше видео, и ваши знания зоологические будут пополняться или будут в памяти немножечко освежаться. Потому что, действительно, конечно, если кто-то давно уже в школе учился, то, может быть, что-то уже из памяти немножко ушло. Итак, сегодня мы с вами поговорим об удивительных совершенно жуках. Называются они жуки-бомбардиры. И название это у них, безусловно, не случайно, потому что эти жуки настоящие такие пиротехники. Эти жуки относятся к двум подсемействам жужелец. И называются они бомбардиры, поскольку у них есть очень необычный защитный механизм. Они защищаются при помощи струи жидкости, которые в случае опасности они выстреливают своего обидчика из кончика брюшка. Причем эта жидкость, мало того, что она едкая, она еще неприятно пахнет, и еще она очень горячая. Как это происходит, и как устроен механизм защиты жука, и почему жук-бомбардир не взрывается сам, что его от этого предохраняет, вот сегодня как раз мы с вами и поговорим. Это действительно очень необычный способ защиты, я бы сказала, даже изощренный. Но, с другой стороны, представьте, когда вы маленький жучок, то у вас, наверное, очень много врагов, которые могут вас съесть. И поэтому такая защита жуку, конечно, очень и очень даже нужна. Как же происходит выстрел? Как так случилось, что жук не просто выпускает жидкость, а он ей выстреливает. Причем эта жидкость из жука выходит под давлением, и при этом она еще нагрета до температуры 100 градусов. Дело все в том, что у жука в брюшке есть особые железы. Это парные железы, которые вырабатывают вещество, называемое гидрохинон. Это вещество хорошо известно и людям. Они, например, его использовали, ну и продолжают использовать как проявитель при проявлении фотографий. Они его используют как антиоксидант в химической промышленности, используют его также в аналитической химии для выявления различных веществ, в том числе, например, золото и цезия. Так вот, это вещество вырабатывается в специальных железах, и там же вырабатывается перекись водорода. И оба эти вещества, они находятся вместе, но ничего не происходит до момента, когда эти вещества вдруг не попадают в специальную реакционную камеру. А вот в этой камере находятся специальные ферменты, которые служат катализаторами реакции. И вот когда гидрохинон и перекись водорода попадают в реакционную камеру, то под действием ферментов, которые называются пероксидаза и каталаза, происходит очень бурная химическая реакция с выделением свободного кислорода. И это экзотемическая реакция, которая приводит к тому же еще и к закипанию жидкости. И вот эта вот камера реакционная, поскольку объем внутри этой камеры за счет выделения кислорода сразу резко увеличивается, она имеет определенный такой клапан, который позволяет эту жидкость выпустить для того, чтобы снизить давление жидкости внутри реакционной камеры. Интересно, что вот это вот выделение химического этого вещества, оно происходит не просто какой-то струей, оно происходит импульсами. Ну, наверное, это можно сравнить с каким-то пулеметом, который стреляет очередями. Вот примерно то же самое происходит у жука, и очень долго ученые не могли понять, как такое происходит. Долго не могли понять, почему он не взрывается, почему не происходит взрыв внутри жука. И потом не могли понять, почему он стреляет импульсами, потому что неясно, как это вообще технически было бы возможно. И вот, чтобы понять, как все-таки это происходит, ученые провели целый ряд экспериментов, и кроме того, они умудрились даже заснять процесс работы желез, когда жук потревожен. Для этого они обратились к физикам и воспользовались синхротроном. И с помощью синхротронной рентгеновской съемки они как раз и смогли запечатлеть процесс выстрелов жука-бомбортира вот этой вот раскаленной жидкостью. Оказалось, все очень интересно. Вообще эксперимент был очень интересен. Все-таки у ученых и у детей очень много общего. Наверное, прежде всего, это любопытство к окружающему миру, к тому, как все устроено, потому что сначала нужно было жука охладить, чтобы его усыпить. Значит, жука охлаждали. Затем его приклеивали для того, чтобы можно было его зафиксировать, чтобы в дальнейшем можно было сделать фотосъемку. Затем помещали его в особое помещение, где находился синхротрон. Там же находилась камера, которая производила до 2000 кадров в секунду, потому что скорость вот этой вот стрельбы жидкостью, она просто феноменальная. Далее они дергали жука за одной из лапок и снимали на камеру, как же происходит, собственно говоря, процесс работы желез. Это действительно оказалось очень интересно. Это связано прежде всего с устройством реакционной камеры, которая находится внутри тела жука. Ну вот представьте, если бы вся камера имела такую большую жесткость, то, наверное, в конце концов это могло бы привести к тому, что камеру просто разорвало. Ну и, соответственно, разорвало бы и жука. Этого не происходит, потому что камера устроена очень необычно. Она достаточно прочная, она состоит из хитина, но при этом там есть участки эластичные. И эти эластичные участки находятся рядом с клапанами. И в тот момент, когда реагенты химические попадают внутрь реакционной камеры, происходит реакция благодаря ферментам. Объем содержимого камеры резко увеличивается. И в этот момент как раз срабатывает клапан. Клапан выпускает избыток вещества из камеры. А особая гибкая мембрана, которая находится рядом с клапаном, она временно, вот просто чисто механически закрывает выход из камеры. И таким образом происходит вот этот прерывистый выстрел. Не сразу все. И оказывается, что такое устройство очень удобно и очень безопасно, потому что в промежутках между вот этими отдельными импульсами выстрела камера успевает немножко остыть. Соответственно, поступает новое количество гидрохинона и перекиси водорода. И реакция опять продолжается. Если бы эта реакция шла непрерывно, то камера могла бы просто перегреться. И такого, по счастью, не происходит. И вот этот вот процесс защиты жуков-бомбардиров, он на самом деле очень совершенный. Настолько совершенный, что у многих людей возникали сомнения, что такой процесс может возникнуть путем естественного отбора. Потому что он действительно очень странный. Как такое может произойти? Ну, во-первых, жуков, которых называют бомбардирами, их довольно много. Их большое количество видов. Они принадлежат к двум разным подсемействам. У них тип защитной этой реакции немножко отличается от самых простых форм до самых сложных. Вообще, все жужелицы вырабатывают хинон. Хинон – это вещество, которое является предшественником гидрохинона. Хинон неприятно пахнет. И его жужелицы используют в том числе для защиты от хищников. И, может быть, кто-то из вас брал жужелицу в руки и знает, что в момент, когда вы ее потревожили, взяли в руки, она выпускает жидкость такую с неприятным запахом для своей защиты. Собственно говоря, хинон является частью веществ, которые совершенно естественным образом в организме животного образуются. И необходимы не только для защиты. Хиноны являются предшественниками вещества, которые называются склеротин. А это вещество, которое используется насекомыми для строительства своего экзоскелета, для укрепления экзоскелета. То есть, в принципе, у всех насекомых это вещество присутствует. И вот самый простой вариант, когда гидрохинон используется просто как какое-то неприятное вещество, которое выпускается жуком в момент, когда его кто-то потрогал, потревожил, испугал. Есть более сложный вариант. Есть жуки, у которых также помимо гидрохинона производится и перекись водорода. Но у них не происходит вот такого взрыва, о котором мы сейчас говорили, не происходит вот этого вот импульсного выстреливания жидкостью кипящей. Они выпускают такую пену в тот момент, когда их потревожили. Это как раз тоже результат химической реакции. То есть, есть масса переходных вариантов, которые показывают, как этот механизм совершенствовался в процессе эволюции. Самое удивительное, что этот механизм настолько отточен, настолько хорош, что помогает жуко даже в том случае, если всё-таки хищник его съел. Самыми главными врагами жуков-бомбардиров являются амфибии. Такие, например, как жабы и лягушки. И японские учёные проводили эксперименты. Они смотрели, насколько хорошо способ защиты жука-бомбардиров помогает жуку избегать такого неприятной ситуации, когда он будет съеден лягушкой или жабой, в том случае, если всё-таки это животное его проглотило. Они ставили такие очень своеобразные эксперименты. Они ссаживали вместе в одном террариуме жабу или лягушку, и вместе с ней жука-бомбардира. Животное, естественно, реагировало на подвижный объект. Оно его проглатывало, и через какое-то время, а время могло быть достаточно длительное, более 10 минут, всё-таки жаба или лягушка свою добычу выплёвывали. Почему? Потому что внутри уже организма жабы или лягушки бомбардир продолжал использовать свою защиту, достаточно такую необычную. И это приводило к тому, что жук, ну, такой немножко весь в слизи, но вполне себе живой и бодрый, удалялся. Но надо сказать, что жабы тоже после этих экспериментов выпускались в природу, с ними всё хорошо. Они в процессе экспериментов, наверное, было им не очень всё это приятно, но, тем не менее, они по большому счёту не пострадали. Ну, и защита эта настолько эффективна, что даже другие виды насекомых используют внешний облик жуков-бомбардиров для того, чтобы спасаться от нападения хищников. Есть такие клопы, клопы-хищницы. Интересно, что эти клопы хоть совершенно никак не родственны жукам, и у них нет подобного защитного механизма, но зато они внешне очень напоминают жуков-бомбардиров, имитируют их. Вот экспериментами тоже было доказано, что это тоже прекрасный способ защититься от нападения, например, амфибий различных. И в экспериментах оказалось, что жабы и лягушки отказывались есть жуков-бомбардиров, допустим, в 100% случаях, если уже с ними раньше встречались, и в 75% случаях они отказывались съедать клопов-хищницов, не обладающих защитой, но просто внешне напоминающих жуков-бомбардиров. Так что, видите, оказывается, это свойство очень эффективно. Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом всё. Пишите нам в своих комментариях, каких ещё необычных животных вы хотели бы узнать. Ну и приходите к нам в музей, у нас много всего интересного. И, кстати, на нашей выставке размер имеет значение, можно увидеть жуков, очень необычных жуков, не бомбардиров, но зато там есть огромные жуки, например, такие, как жук геркулес или дровосек титан. Я думаю, что вид этих насекомых вас очень впечатлит. До новых встреч, всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok